здравствуйте дорогие мои любители волшебного пластика сегодня мы начинаем продолжать наш лавочки челлендж и начинаем его продолжать с такой злободневной темы вот как помните приобрел я ла-11 в качестве такого продолжения своего челленджа и начал его делать если помните у меня еще тогда в том ролике были сомнения по поводу вот его внешнего вида то есть вот возбудила внимание глубокая расшивка потом присмотрелся что и лента вот эти переразмерены так очень выпирают но потом уже начала напрягать это что нету заклепки но клепки ну ладно это как бы так пока это были еще цветочки в общем посмотрел посмотрел начал делать добрался до склейки кабины я обнаружил что в наборе внимание нету кресла то есть модель куплена но кресло мне нету то есть но на литнике есть посадочное место но видим как бы на где-то на производстве она сломалась и и все и остался как говорили на уральских пельменях остался не пожраешь остался без кресла начал думать что делать вспомнил что бывают такие сущности как литые кабины начал искать соответственно нашел нашел вот такой набор от резин соответственно сегодня как пришел еще сама толку не смотрел вот прощайте все мои 3d бекаля квинты которыми я так и не смею воспользоваться будем делать кабину резина благодаря товарищем упаковщиком окном соответственно здесь сразу можно посмотреть что это совсем другой уровень детализации я так быстренько покажу что не хочется хронометраж забивать может наиболее крупные детали но видно что это совсем все по-другому чем предлагается в базовой модели вот само кресло уже с ремнями задние все вот эти стенки ну на самом деле можно показать инструкцию детализации ну как бы небо и земля вот такую модель предлагает такую кабину предлагает а резин и вот такую кабину предлагает арк моду что называется почувствуйте разницу нет ну понятно 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 что в литые колитые кабины они всегда как бы были такие чтобы быть детализованными не вопрос как бы в этом претензии нету к арк моду претензии просто просто не положили стул ну соответственно как бы пошло-поехало раз взял кабину значит надо взять и капот то есть учитывая то что на базовой модели из коробки капот просто схематически показан то есть там нету ни патрубков там как бы нету ненормальной какой-то расшивки прошивки ну поэтому как бы не было повода не взять частности конечно меня взбудило то что нету патрубков там просто голые голые стены ну как бы посмотрим но так мне кажется более ну и смотрите как вопрос детализации проработки тоже как бы совсем совсем другой уровень тоже конечно придется по моему пробивать клепку вот тут как бы винт пропеллер двигатель наборе кстати двигателя нет что тоже как бы ну ладно купил было говорят что убедить соответственно ну как бы опять же начал разгонять себя в этом плане что давайте что-нибудь еще посмотрим раз уж вкладываюсь там в детализацию давайте еще как бы что-нибудь вложимся вот купил такой набор травление от микро дизайна но он кстати как бы не очень дорогой сейчас травленка стала уже такая по идее достаточно доступная ну из-за него что интересно интересно ленты накрыли вот эти вот широкие интересные заслонки двигателя там еще решеточки радиатора я правда не знаю куда их на этом самолете ставить потому что на нем как бы такого радиатора торчащего по мне было ну ладно посмотрим ну тут всякие вот для шасси штучки дрючки интересно вот ну уже здесь как бы начался такой этот кураж купеческий соответственно приобрел ревиттер ну ревиттер тоже как бы дешевый правда как бы я не ожидал что он как бы в таком пошлом виде то есть просто как платка фототравления на которые сделаны вот эти насечки для нанесения заклепки поэтому я его отложил кстати кому-нибудь могу продать на авито выложу и купил себе как нормальный инструмент это воронежская компания он на вид непритязателен по-моему воронежская ну есть кто знает поправьте он на вид непритязателен но как бы знающие люди говорят что вот такой вот колесико для насечки заклепки соответственно вот так вот из одного простого брака технологического стоимость моей модели выросла в три раза то есть скажем так из 800 рублей как коробочной стоимости она уже сильно переросла за 2000 поэтому вот здесь как бы такая некая мораль вот для меня пока я вынес такую мораль что на хрен нужны дешевые модели вот надо просто брать нормальную и у тебя на всех вот этих допах на всем автомаркете можно не хило сэкономить я бы честно говоря вот если бы как бы была модель комплектный я бы не стал заморачиваться всякими кабинами двигателями там может быть троллёнку купил да и все но как бы вот так скупой платит дважды данном случае он заплатил трижды все всем спасибо всем пока будем делать в 11 в эксклюзивном лакшери варианте